В ночь с 18 на 19 января православные христиане сего мира отпраздновали одно из главных религиозных событий – Крещение Господне. Или как его еще называют – Богоявление. Сотни верующих пришли в места традиционных купаний для того, чтобы смыть с себя грехи и поправить здоровье. О том, как проходили крещенские купания в Караганде, расскажет наш корреспондент. Священнослужители предупреждали – нырять в воду следует не раньше полудня 19 января. В противном случае христианский обряд превратится в обычное моржевание. Однако первые купания прошли в Караганде уже с наступлением полуночи. Думая о целебных свойствах воды, люди пренебрегли просьбой церкви и, кажется, об этом не жалели. История праздника Крещения Господня уходит своими корнями в библейские времена. По преданию Иисус Христос пришел на реку Иордан, дало принять на себя Крещение от Иоанна и омытие в водах грехи человеческие. Обряд очищения от грехов прошел через века, сохранившись в людских сердцах. По традиции каждый желающий в этот день мог смыть с себя все грехи, три раза окунувшись в специально вырубленную и освещенную прорубь Иордань. Карагандинец Антон Сазонов приехал в Центральный парк со своей семьей и друзьями. Очищение в Иордане для них уже стало традицией. Ну что, каждый год купаемся, уже четвертый год. Вода теплая, все хорошо, настроение отлично. Праздник, Крещение, поэтому каждый год купаемся. Очищение от грехов можно было провести в озере Центрального парка, на Федоровском водохранилище, а также в городах Шахтингс, Садпаев, Балхаш и в поселке Жартас. Для всех желающих погреться по всей области в местах массовых купаний были установлены юрты. Также люди могли попить чай в специальных палатках. В этом году в 14 прорубях организовано дежурство спасателей. Кроме того, дежурят здесь также медики скорой медицинской помощи. Вот сегодня в Центральном парке организовано также поставили две юрты для обогрева, для переодевания купающихся. В этом году Караганда не увидела знаменитых Крещенских морозов. Вследствие этого о мерах безопасности во время купаний жители области проинструктировали заранее. Следуя указаниям службы ЧАЭС, спасатели не допускали на льду большого скопления народа. Из-за аномально теплой погоды он недостаточно прочен и в своей толщине достигает не более 40 сантиметров. Но об опасности, кажется, охваченные чувством эйфории, карагандинцы и гости города задумывались в последнюю очередь. Слава богу, обошлось без чрезвычайных происшествий. Марк Брюшко, Карат Рашитов, Бахтий Распанов, Первый Карагандинский.